Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 24 июля. К нам, как мы ожидали, пришла дождливая, холодная, сырая погода. Сейчас днём 12 градусов, ночью доходит до 8. Я вот здесь вам показывала, как я готовила томаты к похолоданиям. Вот все я их низ оголила, освободила, чтобы немножко проветривалось. Если вдруг, ой, холодно, солнышко выглянет, то земля немножко будет просыхать. Но я сюда подошла не за тем, чтобы показать, как я оголила, а я хочу начать описывать самые крупные томаты для открытого грунта. Хотя они ещё не поспели, но у меня их много. Потом, когда поспеют, я не успею все описать. Опять половина сортов будет не описана. Я вот сейчас подошла к томату Бердский крупный. Я когда снимала видео, многие спрашивали, что за такой томат. Вот он увешан прям плодами, и они большие. Это сорт сибирских селекционеров. Как вы знаете, все сибирские сорта, они выведены специально для того, чтобы плоды смогли сформироваться и созреть в открытом грунте. Вот этот вот один считается одним из лучших работ сибирских селекционеров. Бердский крупный. Он считается среднеранним. Видите, сейчас июль. У него уже вот эти нижние плоды огромные, полностью сформированы. Они уже начинают немножко менять цвет, скоро будут созревать. Чем хорош этот сорт? Тем, что он за наше короткое и холодное лето успевает и сформировать сорт, и вызреть в открытом грунте. Тем, что он может вот в такую холодную, дождливую погоду, это ему не помеха, плодоносить. И, что самое интересное, в теплицу его садить не нужно, потому что в теплице он дает обычно урожай меньше, чем на улице. Это именно уличник, томат, который пригоден для выращивания вот в таких холодных условиях. На улице у него лучше урожай. И еще одно достоинство, то, что он детерминатный, то есть невысокий. Он сам заканчивает свой рост, его не надо делать прищепку, ничего. Вот если мы сравним, видите, на заднем плане стоит этот, у меня бычий лоб. Он тоже, размер плодов у них примерно такой же, как у этого, 400-500 грамм. Но видите, какой высокий бычий лоб. Вот зеленая масса, вот это вот, это бычий лоб. А вот это вот бердский крупный. Смотрите, какая разница. Бердский крупный начинает формировать свои плоды, прям почти от земли. Вы видите, что там, ну, сколько, сантиметров 10 от земли, и дальше уже идут плодовые кисти. А у высокорослых, вот у индетерминатных, вот на заднем плане я вам веду, осторожненько показываю, где начинается бычий лоб. Бердский крупный начинает формировать свои томаты, там, где заканчивается уже все растение, бердский крупный. Вот бердский крупный, вот такой высоты. И на этой высоте только начинаются плоды у бычьего лба. Естественно, это уже, вы можете понять даже без моей подсказки, что пока тот формирует свой огромный куст, пока они сейчас нальются, бердский крупный уже начнет созревать. И еще, несмотря на то, что плоды очень большие, хорошие, они, вот он успевает, в два ствола его надо вести, вот у меня они раз, раздваиваются на два ствола, и вот эти вот огромные, они сейчас пока, раз, два, третья кисть, по-моему, завязывается, три, четыре, даже пять кистей, вот с такими огромными плодами, они успевают у нас созреть в сибирском регионе. Все, вот это вот я описала, один из самых крупных плодов для открытого грунта, который именно для открытого грунта, который тем, у кого нет теплицы, пригодится, потому что ему не нужны тепличные условия, они ему даже противопоказаны, не надо его садить в теплицу. Это именно вот такой холодостойкий, выносливый, сибирский сорт, бердский крупный, сладкий, сахаристый, потом, когда поспеет, я вам его покажу. Все, до свидания, знакомимся, познакомились с самым крупным томатом для открытого грунта, одним из самых крупных, там еще любимый праздник, сейчас покажу, бердский крупный.